Новое видео выходит каждый день в 20.00. До последнего я не хотел касаться данной ситуации. До последнего. Если вы знаете, в случае с этим вот, с наркоманом, с ансетом, я чувствовал эдакий долг, что я обязан вам рассказать об этом, дабы вы понимали, кому вы донатите, на кого вы подписываетесь, кого вы комментируете, на кого вы, не дай бог, оформляете спонсорскую подписку Ютуб. Я просто, я не мог этого допустить. Я хотел, чтобы все знали, куда эдакий вот сансет, Лёшка, Лёха, Гумус вот этот вот, пустит ваши деньги, пусть с коммерческих просмотров, пусть с некоммерческих просмотров. Спойлер на наркотики. Потому что сансет наркоман. И если там я просто не мог промолчать, не мог остаться равнодушным, то тут я думал, что всё как-то само рассосётся. Ведь дело-то давнее. Ну, в самом деле, ну, кто будет вспоминать о деле более десяти годичной давности? Кто? Я просто не понимал вообще, как такое может произойти, как такое может быть в наших реалиях. Но, настал день Икс. И я вынужден вам об этом рассказать. По названию ролика вы, возможно, не совсем поняли, к чему я клоню, к чему я хочу вас привести и показать вам, что происходит. Но давайте-ка мы с вами сейчас зайдём на официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации, сокращённо МВД РФ, и прочитаем одну новостную статью от 14 ноября 2008 года. В Перми к пожизненному заключению приговорён 18-летний молодой человек, убивший своих родственников. То, что натворила эта компания, поразило даже опытных оперативников. 18-летние Николай Бурцев, Алексей Пичур и 11-ти классник Андрей Викилов хладнокровно убили троих человек. Все погибшие были родственниками главы компании Бурцева. Чисто сердечное признание. Вы знаете, после прочтения данной статьи я не мог поверить. Я просто, я не мог поверить. И знаете, у меня начался мозговой штурм. Я начал вспоминать вообще, действительно ли это тот Николай Бурцев, который сейчас является крупным пиар-менеджером на более-менее каких-то маленьких и средних серверов, серверов на средненьких таких, знаете, стартапах. И у меня все сошлось. Ведь смотрите, 14 ноября 2008 года Николай Бурцев. И наш Николай Бурцев, как он говорит, сам начал играть в сам с 2008 года. Именно после того, как его посадили. Но тут не дописали статью. его выпустили по УДО за хорошее поведение. Именно поэтому он принялся играть в сам и убивать людей уже там. Это настоящий серийный маньяк-убийца. Это попиже Чикатило будет, я вам отвечаю. Я, блядь, я просто записываю данный ролик, я боюсь, что меня после данного ролика могут убить. Это все объясняет вот его такую маниакальную манию каким-то людям к вылизыванию им, прям, знаете, ну, всех возможных мест, вспомните сами, Николай Бурцев, с чем у вас ассоциируется данный проект? Хонес Роллиплей, Рекнет Роллиплей, Аврора Роллиплей, сейчас вообще Триумф Роллиплей объединяет все эти проекты только одно. Они все были убиты Николаем Бурцевым. Николаем, мать его, Бурцевым. Это уже не шутки. Если вы могли еще в начале ролика подумать, что это как-то рофл, шутка, зная меня, нет. Я на полном серьезе беспокоюсь Дорогие друзья, дорогие ребята, пожалуйста, впредь будьте аккуратнее. Ходя по улицам Перми, именно в этом городе живет Николай Бурцев, а не как у него там написано странички ВКонтакте, я не помню, что у него там написано, там точно не Пермь. Ходите аккуратнее по улицам Перми, если на моем канале присутствуют подписчики с Перми, так как данный человек, возможно, он после того, как убьет все проекты в Сампе, не добравшись там до Аризона, до Даймонда, да и Адванса, хотя до Адванса было бы неплохо добраться, он пойдет на улицу резать людей прям ночью, выйдет с ножом, маньяк вот этого чикатела, и будет убивать. Я вам на полном серьезе, я изначально вообще не понимал, как он умудряется все проебывать, ведь даже человек, абсолютно ничего не понимающий в пиаре, не сможет убить столько серверов, но не Николай Бурцев, а тут оказывается, что он это делал специально, потому что у него есть мания к убийствам. Дорогой Дэнни Тайсон, обращение к тебе. После данного ролика я бы советовал тебе как-то по-тихому убрать Николая Бурцева с проекта, потому что данный человек, он, он убьет сначала проект, а потом и тебя, Дэнни. Я бы на твоем месте задумался, это, это уже не шутки, блять, то есть все. Мне вот только не понятно, почему убийца-то на свободе ходит, куда смотрят правоохранительные органы. ой, господи, я не хотел записывать данный ролик. Все люди, которые общаются с Николаем Бурцевым, прекращайте общаться нахуй, потому что он вас потом нахуй убьет, и все. Я действительно волнуюсь за всех, там Дапа с ним общается, Малфой. Как бы я к вам не относился, но, блять, ваша смерть не стоит ничего. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Берегите себя и... Николай Бурцев, нет! Что ты делаешь? Уходи!